В Алматинском театре разыгралась настоящая драма и отнюдь не на сцене. Артисты труппы разделились на два лагеря. Одни требуют уволить директора театра, другие, напротив, стали на его защиту. Разобраться и внести ясность в ситуацию попыталась министр культуры и спорта, которая прилетела для этого из столицы. Что происходит в храме искусства и в чем яблоко раздора, разбиралась Гульбану Жумабай. Ощущение легкого централизованного абсурда не покидало собравшихся. Повсюду камеры, временами звучат аплодисменты, а актеры исправно исполняют свои партии. Вот только происходит все по-настоящему, и репетиции давно ушли на второй план. Артисты теперь выступают перед журналистами. Спусковой механизм конфликта сработал всего неделю назад. Причина – возможное увольнение директора театра. Здесь-то артисты и разбились на два фронта. По словам одних, руководители меняются едва ли не каждый год, отчего страдает творчество. А при нынешней администрации удалось рассчитаться с долгами до почти 14 миллионов тенге. Другая часть коллектива уверена в обратном. Управленец совсем не справляется с обязанностями. Стыдно, коллеги. Все могло и без шума решиться. Лично я не могу работать под руководством такого человека. Уровень наших спектаклей опустился ниже плинтуса. Просим министерства поставить другого директора. Командированная из столицы министр поспешила вмешаться в ненаигранную драму. Она сообщила, что директор театра написал заявление по собственному желанию. Но сам виновник театрального протеста находится на больничном. Правда, как выяснилось, руководитель трупы сейчас занимается вовсе не здоровьем. Хотя это еще как посмотреть на происходящее в его личной жизни. На сегодняшний день он на бюллетене. Но я повторила, что 29 января у него была свадьба. Мы его поздравляем. И на сегодняшний день он за границей. У него оформлен бюллетень. Поэтому, когда он приедет, мы будем уже выяснять дальше. После таких заявлений шум в зале только усилился. Но на этом госпожа министр не остановилась. По ее данным, у счетного комитета тоже есть вопросы к администрации театра. Они получили именно штраф за то, что вовремя не закончили проектно-смертную документацию театра. Потому что, вы знаете, законом установленные рамки, они должны быть соблюдены. Поэтому сейчас идет срыв наших планов по ремонту театра. Состоится ли обещанная реконструкция в храме искусства, теперь неизвестно. Однако заместитель директора уверен, что все документы в порядке и сроки никто не срывал. Более того, он заявил, что заявление об увольнении его начальник написал не по доброй воле. На него оказано было давление. Если якобы он не освободит должность, по словам нашего директора, то будут приняты другие меры. Результатом чего 9 января на следующий день у него подскочило давление 160 на 120. Сейчас он находится на лечении. Судя по всему, в театре наступил антракт. Кульминация ждет всех во втором акте. Уволить директора театра, когда тот находится на больничном, не имеют права. Так что пока неизвестно, чем закончится эта настоящая театральная драма. А ведь актеры-трупы чуть не сорвали другую трагикомедию – «Женитьбу Гоголя». Гульбанож Мабай, Кенжи Амраев, Алматы, Хабар, 24.